Психолог — это контейнер мусорный всех твоих проблем и травм. Мне кажется, или увеличилось количество панических атак. Это всегда демонстрация для кого-то. Посмотри, как мне плохо, пожалей меня, посочувствуй. Всегда есть вторичная условная выгода болеть тебе или твоим детям. И это психосоматика. А научно она доказана? Да, конечно. Через что себя реализовать? Бедность — это неразрешение себе иметь то, что разрешает себе иметь богатый. Можно встретить успешного, осознанного, адекватного мужчину в Тиндере. Да. Прикинь, удачно замужем — это не про деньги. Удачно замужем — это когда ты хочешь его ночью нюхать и обнимать. У меня еще главное не быть прям суперкомплиментарным, потому что вы мне очень нравились. И вы мне. Давайте на ты, во-первых, так, по-моему, проще. Мне кажется, что для зрителя проще на ты. Давайте вы мне на камере это скажете, потому что мне будет неудобно. Хорошо. Запись идет. Друзья, всем привет. Вы на канале ОК Ева. Рада вас приветствовать. Не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Этот выпуск я сама ждала очень долго. Мы, честно признаюсь, долго подбирали гостю, героиню, профессионала своего дела. И вы мне отправляли профиль этой потрясающей женщины много раз. Елена Адамова, кандидат наук, доцент, сертифицированный коуч ICF, психосоматолог, международный спикер, автор сотен статей по психологии. Что из этого правда в свете актуальных событий? Все правда. Единственное, что, чтобы, не дай бог, ваши почитатели не подумали, что я кандидат психологических наук. Я немножко сложнее. Я кандидат юридических наук по специальности гражданское право, семейное право, международное, частное право. Но на самом деле, наверное, именно благодаря тому, что я была юристом и теоретиком, и практиком, это очень легко меня потом встроило в психологию. Потому что только тот юрист, который чувствует людей, всех людей, участвующих в процессе, с психологической точки зрения, у которого очень развиты то, что сейчас модно называть софт-скиллы, эмоциональный интеллект, он найдет доступ к сердцу и судьи, и клиента, и правильно подберет законодательную базу, потому что законы, к сожалению, очень часто противоречат друг другу. И только тогда, когда ты сердцем чувствуешь своего клиента, ты можешь правильно рассмотреть фабулу и помочь законодательству подобрать. Я еще медиатор, это независимый посредник, который помогает конфликтующим сторонам достичь идеального соглашения, которое обоюдовыгодное, то есть на позиции вин-вин. Это суперинтересная, мне кажется, профессия, ее крайне мало. Ее не хватает. И мне интересно, насколько она вообще актуальна у нас. Она актуальна на тысячу процентов, а вот используется очень-очень с большим скрипом. У нас ментальность не готова принять медиацию. То есть в нашей ментальности, к сожалению, больше присуще наказать оппонента, чем выйти победителем. То есть не важно, что я все проиграю сам, но мне важно наказать другую сторону. И вот пока эта позиция давлеет, медиации не будет места в нашей стране. А жаль, потому что медиация помогает сохранить все ресурсы человеческие, личные отношения, репутацию, потому что очень репутационные риски, пока ты судишься с другой стороны. Ты выгребаешь очень много грязного белья. Это становится известно в рамках того города, где ты судишься. Все есть маленькая деревня, даже Киев. И потом люди ничего не забывают. Они всегда в нужный момент этот фантик тебе вытащат. А помнишь? Я не забыл. И, конечно же, потери денежные. Вернемся все-таки к теме психолога. В силу последних событий, вообще, мне кажется, что это сейчас век у нас стал суперосознанных, супер таких продвинутых людей. Пропаганды осознанности, духовности и продвинутости. Да, но это настолько сейчас, как будто бы психолог нужен всем. Каждый должен быть проработанный. Насколько ли сейчас нужен психолог и нужен ли он каждому из нас? Если мы смотрим на европейское общество, потому что они более демократичны, более стабильны эмоционально, потому что они живут в разы в большей безопасности. Даже если мы говорим «довоенное время», вообще как жутко звучит «довоенное время», то у них у всех по дефолту есть свой стоматолог, гинеколог и психолог, юрист. А у нас, пока не выпал зуб или он так болит, что ты уже третью ночь не можешь спать, пока у тебя уже не дошли дела до банкротства, до развода, пока у тебя не наступило, условно говоря, бесплодие, или пока у тебя уже голова вскипает, и ты в третьем разводе понимаешь. Ой, что-то тут, наверное, есть общее, наверное, надо обратить внимание на себя, потому что, конечно, все мужики козлы, но, может, и во мне какая-то причина, то ты начинаешь искать какие-то выходы. То есть это было бы неплохо, но здесь же, знаешь, как замкнутый круг. Мы, психологи, вышли из этого же травмированного общества. И очень важное правило, которое соблюдается в крайне редких случаях, это я вижу, находясь во многих сообществах психологических, проходя огромное количество обучений, курсов, я иногда диву даюсь, как человек, который сам не является проработанным, осознанным, очень сложное слово, не способный к саморефлексии, берется корректировать чужие головы, чужие души, как он берет на себя. Это вы про психологов, не про профессионалов. Слушай, вот профессионалы. Очень сложный здесь критерий, потому что, с одной стороны, плюс-минус гарантии профессионализма может быть наличие у человека диплома. У нас же сейчас каждый третий психолог, там нет диплома государственного образца. Но даже если я говорю, я состою в всех сообществах, где все дипломированные психологи, там нет проработанности. Очень часто совершают такой очень опасный процесс, называемый контрпереносом в психоаналитике. То есть нормально, когда клиент переносит на тебя свое внутреннее ощущение какой-то травмирующей фигуры, там мамы, мужа, отца, и тогда психологу легче работать с тобой. Но страшно, когда психолог переносит на клиента свои подсознательные сложности. Тогда мы говорим о контрпереносе. И он отыгрывает эти модели, которые сам не отыграл в своих проработках. И если в Америке, в Европе, во всем цивилизованном мире все профессионалы обязаны супервизироваться, обязаны состоять в каких-то группах, проходить определенные курсы повышения квалификаций, и без подтверждения вот этого психологического сообщества не имеют права консультировать людей, то у нас происходит разброд и шатание. У нас нет такого. То есть у нас есть определенные группы, но нет требований обязательной сертификации, нет лицензирования. У нас просто, если ты имеешь диплом психолога, а кто проверяет его? Ты открываешь шапку профиля в Инстаграме, ты видишь слово коуч-психолог. Никому не приходит в голову просто попросить у человека, скажите, а у вас есть диплом? Ой, НР обидится. А ты не обидишься, что ты отдаешь столько денег? Залазят тебе в душу, узнают твои подробности, а потом эти подробности вываливают, например, в соцсетях, как свои кейсы, и люди узнают этих других людей. Мы же очень тесные в своем общении. И когда я вижу, что в результате контрпереноса психолог начинает травмировать своего клиента из зависти, ну, это грустно. Я тоже рассказывала на одном из выпусков, когда я обращалась к психологу тоже по рекомендации. Мне очень понравилось, это очень классно копаться в себе, разбираться, но мне было достаточно тяжело с ним общаться. Это был мужчина, и я пока что отстранилась от сессии просто по внутренним ощущениям. Ни в коем случае. Дело не в нем, дело не во мне. Только хотел сказать, это просто не твой психолог, потому что не всем легко открыться противоположному полу. Потому что это мой был первый опыт, и вот теперь у меня такое чуть есть непонятка. Ну, как выбрать психолога? Как понять, что он проработанный? Тоже, давай не будем говорить, что я истинно последняя инстанция. Опять-таки мы все равно человеки, и я могу сказать свое ощущение, свое видение. А все равно жизнь расставляет на свои места. Мало того, человек развивается через боль. И, возможно, благодаря вот такому травматичному опыту попадания к непрофессионалу, человек тоже придет к определенным осознаниям, придет к выводу, что нужно работать над собой самостоятельно, перестать перекладывать ответственность на других и взяться за свою жизнь самому. И тогда придет к лучшим выходам, к выводам, чем он был до посещения психолога. Хотя не обязательно, но, допустим, это идеальный вариант. Я бы порекомендовала в первую очередь, конечно же, обращать внимание на бюрократическую составляющую. Есть ли у человека диплом? Какой у него стаж, опыт, практика? Слушать, слышать, какой категориальный аппарат у человека, насколько он просто сыпет терминами, не всегда понимая их значение. Или он, это, кстати, очень часто симптом того, что человек скорее оторван, либо оторван полностью от клиентов, очень высоко, там, доктора наук, они обычно говорят на таком языке, который обыватель не понимает. Но они очень, кстати, редко терапевтируют, между прочим. А в основном, если человек сыпет терминами, то он не всегда понимает, что он говорит. А благодаря вот этому вот затмаренью, он держит тебя в ощущении, ничего не понятно, но так интересно. Такой умный. Да, 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 конечно, естественно. И это очень личный, но, мне кажется, рабочий инструмент, насколько тебе легче после того, как ты поговорил с человеком. У тебя психолог — это контейнер мусорный всех твоих проблем и травм. И если ты после посещения психолога, у тебя создаётся ощущение, психологи по-разному работают. Есть психологи, которые работают в экстремальной манере, коучи в основном работают, не все коучи-психологи. Работа экстремальных психологов, не экстремальных, которые работают с ПТСР, с шоковыми и травматичными событиями, а вот возьмём так, в смысле быстрой терапии, они работают ограниченное сокращённое количество раз. Но в основном психотерапия предполагает растягивание её на месяцы-годы. И, конечно же, за один раз тебе легче не станет и понятней. Но вот внутреннее ощущение, что ты выговорился, и тебе стало легче, и тебя поняли, сошёл вот этот коннект, он должен произойти. Потому что доктора и психолога, и преподавателя нужно выбирать сердце. Если у вас произошёл вот этот ментальный коннект, и плюс ты в курсе, что этот человек профессионал, то это не гарантирует тебе результат. Но в моменте плюс-минус есть ощущение, что ты в надёжных руках. И очень главный, очень важный момент, который я, конечно, боюсь, что меня закидают помидорами профессионалы, и я не считаю, что они будут правы, но пусть закидывают. Психолог должен быть счастливым. Понятное дело, что это не наше дело выяснять, какие отношения у человека в семье. Это не наш вопрос. Но у тебя должно быть ощущение, что перед тобой цельная, удовлетворённая своей жизнью личность. Потому что личность психолога в первую очередь должна давать ощущение стабильности и безопасности. Ты никогда не проработаешь свою травму, если у тебя нет доверия человеку, к которому ты приходишь в кабинет. Ты должен быть в ощущении, что ты у крёстной дома, и она поможет. Вот насчёт сарафанного радио и рекомендаций. В основном же в большинстве мы к психологам идём либо по рекомендации, либо на основании того, это, кстати, лучший момент, когда ты знакомишься с человеком, вот просто где-то рекомендация, реклама, и ты начал следить за этим человеком, и ты слышишь, что он говорит, ты видишь, как он ведёт себя в естественной манере, там, в сторис каких-то или пишет в постах, и у тебя уже формируется доверие, и ты уже знаешь, к кому ты идёшь. Он может работать в совершенно другой манере, чем он ведёт себя в профиле. Но у тебя уже есть представление об этом человеке. Хотя, опять-таки, о профессионализме ты можешь узнать только, когда будешь работать или когда запросишь документационную, бюрократическую базу. А так только... Слушай, на самом деле, я, наверное, сейчас дам непопулярный с точки зрения психологии рецепт, но очень рабочий с точки зрения научности. Всё в этой жизни должно проходить через фильтр интуиции и через сигналы тела. Я же психосоматолог. Это основное моё направление сейчас, в котором я работаю. И я через призму алгоритмов и инструментов психосоматики, хотя изначально психосоматика — это ответвление психологии, наука, которая изучает причинно-следственную связь психологических факторов, травмирующих факторов на физическом плане, то есть в здоровье. Это медицинская категория, но я интегрировала все алгоритмы, инструменты из психосоматики во все сферы жизни. То есть я инструментами, которыми психосоматологи работают со здоровьем, я, конечно же, тоже работаю со здоровьем, я работаю с личной сферой, с финансовой, с денежной сферой, с социальной сферой, с любым запросом, неважно. Человек идет в политику, человек хочет повысить свою социальную активность, найти свое дело, целеполагание, так называемое, улучшить личные отношения. Психосоматика, извините, медицин... Изначально медицинский термин. Да, а научная, она доказана? Да, конечно. Это предмет, который изучают в медицинских вузах. Просто... Есть список, так называемая Чикагская семерка заболеваний, которые по протоколу во всем мире входят в список психосоматических заболеваний. И каждый доктор, получая таких клиентов к себе, пациентов, пардон, к себе в терапию, он должен обязательно рекомендовать обратиться и к психологу, и к психотерапевту. Это те заболевания, которые невозможно вылечить просто мазями, просто таблетками, просто капельницами. Можно залечить, можно ввести в состояние ремиссии. И любое травмирующее событие, стресс, опять выведет из ремиссии в активную фазу данное заболевание. Опять-таки, повторюсь, я считаю, что практически все заболевания носят психосоматический характер. Вот мне интересно, зависимость, как объясняется на психосоматическом уровне? Ты наверняка имеешь в виду только алкогольную и наркотическую? Алкогольную и наркотическую, да. Лудомания. И к играм лудомания. Лудомания, и к играм лудомания. А самое главное, любовная зависимость, социально-адаптивная, которая на самом деле гораздо тяжелее лечится, чем даже... А что это такое? Что это имеется в виду? Это когда человек западает в того, в кого он влюблен. И ему очень тяжело вытащить из этого человека. Он прилепляется к этому человеку. Это как со-зависимые отношения? Со-зависимые отношения, это отношения, в которых оба являются зависимыми от этих отношений. Вроде так, что играм лудомания, все это... Это все в одной форме, да, да, да. Просто это социально разрешенное, а вот те, они считаются, что на этом основании даже их можно признать ограниченно дееспособными. А за любовную зависимость, конечно, нет. А то, что он все пошел, подарил любовнице или переписал на нее, ну, бывает. Не повезло. Но просто если брать зависимости, то они примерно на одном уровне. По симптомам, то есть зависимости от алкоголя. Да, 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 потому что есть участок в мозге, который отвечает за зависимость. Есть определенный процент людей, сейчас тебе не назову, которые рождаются уже с уязвленным участком мозга, которые отвечают за зависимость. И эти люди 100 тысяч процентов будут склонны к зависимости. Все равно во что. Если ты обратишь внимание, то все наркологические клиники, которые работают с зависимостями, они переводят в другую социально-адаптивную зависимость. В религию, в труд. Я знаю даже, в рехабах разрешают сигареты привозить, чтобы переводили людей на... Потому что сойдут с ума и уйдут в другую какую-то деструктивную часть. И вот люди, которые даже выходят из рехабов, они начинают очень много курить. И их от этого не избавляют. Или занимаются спортом, или ударяются в веганство, или я всегда ехидничаю, что самые заядлые зожники – это бывшие наркоманы – им очень важно куда-то удариться. Если мы говорим вот про такую часть зависимости, у которых уязвленная часть мозга, то шанс, что этот человек избавится от зависимости, очень низкий. То есть ему повезет, если он перекинется в другую зависимость. Но это обязательно зависимому человеку от чего-то зависим? Зависимый в любом случае будет зависимый. И нельзя зависимость сделать какой-то мерой. Если мы говорим про вот эту вот часть, назовем ее условно-химическую, медицинскую, то они обязательно должны быть из одной части в зависимости в другую часть зависимости переплыть. Иначе они вернутся в деструктив. Если мы говорим про других людей, которые условно-случайно стали зависимыми, тут тоже есть факторы, которые будут на них влиять. Скорее всего, они из семьи зависимых людей. Наркоманов или алкоголиков, или лудоманов. Наследственная генетика, да, имеет значение. И шанс, что человек будет здоровым, если у него родители зависимые, достаточно маленький. Хотя, если этого ребенка отдать в приемную семью, то у него в разы больше шансов не повторить эту наследственную зависимость, чем если он будет расти. Потому что здесь на наследственность генетическую наслаивается еще и воспитание. И ребенок растет в этом. И он, понимаешь, здесь такой внутренний конфликт. С одной стороны, я страдаю от того, что папа, мама, алкоголики, наркоманы. Но с другой стороны, все равно родители боги. Вот что бы мы ни делали. Я это в терапии вижу практически, не практически, а всегда. Человек, с одной стороны, ненавидит своих родителей за то, что они сделали, а делают иногда, творят жуткие вещи. Родители с детьми, инцесты, насилие, все, что хочешь. Но с другой стороны, все равно ты повторяешь их паттерны. Потому что на подсознательном уровне это те люди, на которых ты ориентируешься с первого взгляда. И поэтому вот здесь вот слепляется наследственный фактор и воспитательный фактор. И, скорее всего, ребенок станет зависимым. Смотрите, есть партнерские отношения. Например, муж-жена. И находится женщина замужем за зависимым человеком. Вот как находиться в партнерстве с зависимым человеком? А зачем? Ты понимаешь, у всех вот таких вот треугольников Карпмана, жертву-спасатель, зависимость, есть сильнейшая зависимость каждого из элементов друг от друга. Это всегда три роли, которые проигрываются внутри тебя как личности и внутри пары как конгломерата. И женщина, которая вышла замуж за зависимого человека, ну, бачила очи шуку пувалы. Она зависима от внутренней потребности спасти. То есть у нее там миссия. И если эту женщину искусственно украсть из этих отношений, вот родственники решили ее спасти и забрали ее из этих отношений, и увозли далеко-далеко от него. У нас спасатели, вторые спасатели пришли ее спасти. Да, 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 да. Во-первых, она на них будет агрессировать, выполнится преследователь. Вы мне мешаете спасти этого святого человека. Он мучается, а вы меня забрали. Она будет в агрессии на них. Ну, даже... Или он умер. Она найдет либо точно такого же, пусть не алкоголика, а наркомана, или который будет страдать лудоманией, или сделает его таким. То есть это слабая личность. Потому что она пока не вырастет свою внутреннюю структуру, не убьет свою внутреннюю жертву, она и ее остается. И она будет максимальной преследовательницей, пока не загонит в угол мужика этого бедного несчастного, он не начнет пить от того, чтобы спрятаться в свою реальность. Ведь алкоголизм, наркомания – это уход от реальности в свою реальность, в свою иллюзию. Мы все ходим по одним и тем же граблям, пока не понимаем, что проблема... Если у тебя в третьих отношениях одно и то же, а вы обычно даже хуже, то это проблема в тебе. Вообще, что такое психосоматика? Это когда симптомы повторяются. То есть если это один раз, ты чихнул один раз, то чихнул себе и чихнул, что-то там, не знаю, пылинка попала в нос. Если ты чихаешь, 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 то это аллергия, а аллергия – это психосоматика. Если у тебя в одних и тех же отношениях продолжаются... Все они ревнивые. Они все арбузеры, абьюзеры – модное сейчас слово. Если во всех отношениях ты не испытываешь сексуальное удовлетворение, но зато ты классно ка**ешься своими любовниками, то это все про тебя, а не про тех, с кем ты живешь. Ну, знаешь, приходит к тебе девочка и говорит, муж изменяет, муж даже если не бьет, но там с пацанами гуляет, я четко знаю, что он мне изменяет, мне больно, неприятно, но уйти от него не могу. Потому что я, а, не зарабатываю, а, б, даже если я пойду зарабатывать, я никогда не буду зарабатывать столько, сколько он дает мне. И я, как человек, как женщина, понимаю, что... Я не имею никакого морально-этического права, помимо того, что это непрофессионально с психологической точки зрения, даже подтолкнуть ее к мысли, что она должна уйти. И единственное, что я могу сделать, это ей сказать, ну, вы понимаете, что вот то, что происходит с вами, это результат вашего предательства себя. Да. И что я могу сделать? Потому что я проводник ее к себе, а не показать, какая я молодец, что я знаю, почему она болеет, страдает. Я говорю, послушайте, ну, тогда наша с вами задача вырастить так вашу самооценку, найти вам дело, в котором вы будете реализовываться, в которое вы нырнете с такими интересами и азартом, что вам будет на первых порах не так больно, когда вы будете видеть это, а потом вдруг это станет вашим делом, и вы сможете туда нырнуть. Лишний вес – это психосоматика? Почти все психосоматика. Лишний вес – это что? Это прозначимость. Когда человеку не хватает значимости, в отношениях или в социуме, вот человек пришел на какую-то позицию, должность, или женщина вынуждена заниматься мужским видом бизнеса, вот она там управляет мужчинами, ей нужна значимость. Или вот она развелась, осталась с детьми сама, и ей нужно пахать для того, чтобы содержать свою семью. Ей нужна значимость, ей нужен вес в обществе и вес в глазах своих родных, а также желательно показать бывшему мужу, что Сария молодец. Или пришел молодой специалист и случайно занял высокую должность в компании или на государственной должности. Вот ты обратила внимание, может быть, что в госслужащие и правоохранительные органы все с пузами. Почему? Потому что он пришел, и ему нужно доказать, приобрести вес в глазах подчиненных и коллег, что я на своем месте. То есть, конечно, они едят и пьют лишнее, но это лишь подкрепление каких-то психосоматической задачи набрать вес, значимость. Женщина защищается так от секса. Это подсознательно все. Вот буду толстая и некрасивая, меня муж не будет хотеть. Потому что у меня проблемы сексуального плана, я его не хочу и не испытываю удовольствия от него. Или я знаю, что он с кем-то спит. Но здесь цистит в основном в своем большинстве, потому что цистит – это территориальный конфликт. У нас есть несколько конфликтов контакта, конфликт территории, конфликт социальный у психосоматологов деления. Все конфликты делятся на эти три части. И животное как показывает другим животным, что это моя территория, метит территорию. Поэтому мочеполовые проблемы, особенно цистита достаточно распространенная, это когда нужно пометить территорию, что это моя. Вот поэтому в войну так много было циститов с самого начала. Потому что огромное количество наших сограждан, особенно женщин, они выехали за границу, попали в другие условия, были выброшены из своих квартир. Кто-то в хорошие условия, но все равно свой дом лучше. А кто-то в очень сложных территориальных каких-то ситуациях. Кто-то был вынужден жить со своими родственниками, которых он не терпел даже в своем личном доме. И вот эта потребность дать больше мочи, чтобы пометить территорию, не трогайте меня. Или женщина узнает, что у ее мужа любовница. Она метит территорию таким образом. То есть нужно больше мочи. Каналы не справляются с этим большим количеством выделяемой мочи. Извязление происходит канала, и цистит это как реакция на раздражение. Мы все животные. И у нас у всех вот этих психосоматических причин в основе лежит животный конфликт. Я так не хочу, я так не могу. И лишний вес очень часто вот именно сопряжен с этим. Почему очень многие женщины в декрете обрастают лишним весом? Это же кто-то худеет после родов, а кто-то в основном обрастает. Почему? Потому что я теперь мамка, мне надо дать больше молока ребенку. И самое главное, гормонально падает либидо. Не прикасайся ко мне, я тебя не хочу. У меня сейчас другие приоритеты. Вот тут киндер плачет, ночами не спит. Куда мне до твоего секса? Вот я поправлюсь. Желательно еще перестану мыться, и у меня будет непонятно, что с внешним видом. Подсознательная защита. Мне некогда заниматься сексом. Просто некогда. И я вот так вот себя защищаю. То есть лишний вес – это вся защита. А РПП? У РПП же тоже есть разные проявления. Ну, это в основном в большинстве. Наружу, да. Да, булимия, анорексия. Смотри, у них разные будут причины. Вообще нарушение пищеварительного тракта – это то, что человек что-то в основе лежит. Я не принимаю, не перевариваю те обстоятельства, которые происходят снаружи. Меня тошнит от самой себе, потому что я себе противна в тех или иных отношениях, в тех или иных ситуациях. Я вынуждена жрать эту жизнь, а она в меня не влазит. Анорексия… Переедание, да, вы имеете в виду? Например, когда тошнит, когда рвёшь. То есть я не принимаю те обстоятельства. У анорексии немножко другое. Очень часто у анорексии – это желание потеряться от мира. Я хочу стать бесцветной, я хочу стать невидимой. И я поэтому теряю вес. Ведь не обязательно дойти до анорексии. Вот есть очень много людей, которые… В войну именно так получилось. Не трогайте меня, только чтобы меня не было видно. Потому что я боюсь, что меня бомба, ракета заденет. И вот если меня не будет видно, вот в моей такой детской иллюзорной фантазии, вот если я стану бесцветной, прозрачной, то тогда меня не будет. Или я устала конфликтовать со своим мужем. Он только чтобы меня не замечал. Он придёт домой и вообще не видит меня. Очень часто, когда люди озвучивают свою задачу, свою проблему, когда приходят в консультацию, ты уже чётко понимаешь, даже если он не будет говорить, какие у него заболевания, ты уже знаешь, какие они будут, потому что он произносит эти фразы, чувствует себя ненужной. И я чувствую себя, знаете, лучше бы меня не было. Я хочу потеряться от них всех. У меня голова раскалывается от этого всё. Я не выдерживаю, у меня прямо душа рвётся. И ты понимаешь, что вот этими заболеваниями человек будет болеть. Все сердечные проблемы – это от нелюбимости, ненужности, непринятости. Почему мужчины в 40-45 лет подвержены в основном большинстве сердечным самозаболеваниям. Потому что мужчина в 40 лет испытывает очень мощный экзистенциональный кризис. И в этом возрасте очень часто у мужчин без фребро появляются любовницы, и у него происходит конфликт. Или он ей не нужен, или она замужем, она не хочет выбрать его, а не своего мужа. Или она молодая, и она с ним за деньги, и он это понимает. Или он понимает, что вот дети вышли из гнезда, а у них нет любви с их женой. И он, может быть, её и любит, но он не чувствует себя любимым. И вот эта непринятость, ненужность, она очень часто выражается в инфарктах у мужчины, потому что у мужчины это слабое место. Тонкий лёд. Хорошо, болит спина. Как понять? Какая часть? Смотри, вот. Поясница. Вопрос деньги. То есть ты боишься за своё материальное положение. Это либо когда деньги заканчивают, либо кончают начинаться, либо у тебя в перспективе есть страх, вот в войну резко все дико болели спиной. Почему? Потому что страх, что я не справлюсь материально с этой спиной. Или у всех болел плечевой, шейно-плечевой состав. Потому что я взвалил на себя такое количество проблем, особенно когда мамы выехали с детками за границу. То есть муж остался, у него, скорее всего, закончился доход. Да и вообще просто я нахожусь в другой стране, именно столько вопросов решать, где жить, куда, в какую школу, кормить, не кормить, возвращаться к этому мужу нет. Вот это количество ворох проблем, которые мы тащим, лишний, лишний груз. То он либо сковывает шею-плечи, у многих заклеивала шея, потому что я не хочу смотреть, условно говоря, в ту сторону, в которую я смотрю. Либо грудной, потому что я горб, условно говоря, тащу на себе, то есть лишний груз. У меня хроническая ангина, хронический тензилит. И оказалось, что очень много людей этим страдает, просто сумасшедшее количество. Давай мы сейчас об этом поговорим, потому что причина у тебя от мамы. То есть твоя мама не могла высказать, защитить свои права. Она замалчивала проблему, замалчивала свое горе, свои проблемы, и поэтому ты болела. До 12-14 лет ребенок на психосоматике маме. Мама тоже ангина. Это ее способ коммуникации. Она лучше заткнется, чем скажет. И ты выучила этот способ коммуникации с миром. Ведь ангина тебе дает возможность молчать и мешает выскаться. То есть условно говоря, ты проглотила обиду, проглотила боль, не решилась ее высказать, и поэтому у тебя ангина. Ты, я это, ехидничаю, подавилась ядом. То есть ты не высказала, ты не высказала претензию, ты не отстояла себя, и поэтому вынуждена молчать, а теперь ты молчишь, потому что у тебя болеет горло. Тебе нужно научиться высказывать свою точку зрения. Причем очень часто ошибочно псевдопрофессионалы рекомендуют вываливать свою проблему на других людей. Я считаю, что с точки зрения социума, с точки зрения энергии, более высокого порядка, чем просто социальный, это не экологично. То есть от того, что ты вывалил все, все экскременты, которые у тебя накоплены на кого-то, ну тебе в моменте стало легче, но ты отравил другого человека. А все есть в жизни бумеранг и взаимодействие. Ты отравил кого-то, он пошел, отравил кого-то, и оно все равно к тебе вернулось. И ты не справился, завалился. Нужно научиться распознавать свои желания и экологично о них заявлять. Потому что очень часто люди находятся в конфликте, в паре, второй человек даже не знает, что ты что-то хочешь. То есть ты сидишь, 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 сидишь на каких-то задавленных интересах, желаниях, и потом в агрессивной манере вываливаешь. Потому что у тебя предыдущие серии есть, когда ты сама с собой разговаривала. И когда ты уже вывалила, человек видит только агрессивное твое проявление. А всю вот эту мысль-мешалку, он даже не в курсе, что оказывается. Ты могла просто к нему подойти и сказать в ласковом виде. Да, он ни при чем к этой ситуации. Вообще. Он уже при чем, когда на него вывалил агрессию, он тебе агрессивно ответил. Держал, держал, держал. Потом уже... А почему? Потому что в детстве тебя все время закрывали рот, потому что тебе не давали проявления своих эмоций. Знаешь, какая самая распространенная причина аноргазмии у женщин? Задавленные эмоции в детстве у ребенка. Молчи. Закрой рот. Что ты ржешь? Что ты танцуешь здесь уже громко? Уже поздно. Не ведись громко. Не выпячивайся. Я последняя буква в алфавите. Да, да. И ребенок принимает команду, будь тише. Что ты ведешься, как последняя женщина легкого поведения? Тихо тут. Что за юбка? Куда ты так вырядилась? Скромнее надо быть. И вот это скромнее надо быть, оно не только про внешнее проявление, но и про внутреннее. Это запрет на эмоции. А невозможно быть внешне такой вот скромницей и быть яркой в постели. Так не получается. Человек это не клоун. И она дает себе запрет, и в том числе на внутреннее проявление, на все. Почему тогда у мужчин такого нет? А мужчины более физиологичны, более животные. У нас разрешение на их удовольствие социально больше, чем у женщины. Потому что это наследие у нас такое. Потому что в свое время физиологически было обществу на животном уровне выгоднее, чтобы женщина не испытывала удовольствия в постели. Тогда она была привязана к конкретному мужчине. Женщина, не испытывающая удовольствия, она выполняет свою животную функцию, рожает детей, воспитывает детей, удовлетворяет его мужские и бытовые потребности. Все. А если она будет испытывать удовольствие, она возвращается к своей животной природе, а значит, к полигамной природе. Человек по своей природе животной, он полигамен. Поэтому задача мужская оплодотворить как можно большее количество женщин и продолжить эволюцию, не прекратить ее как минимум, она социально адаптирована, что окей, да, мы признаем это. Но так не бывает в животном виде, что один из представителей, ну, я всегда их хинчаю, разве что у богомолов, потому что самцу богомолову просто не дали шансов попробовать еще. Но в норме, ну, все животные, они парные. И вот мы либо моногамные, либо полигамные. Так не бывает, что самец гуляет, а самка сидит в его дома с птенцами. Нет такого. То есть мы все полигамные, мы спарились, мы родили потомство и побежали себе по своим делам. Или мы все время вместе. А человек что? Все люди полигамные. Все по природе полигамные. Социально мы моногамные, потому что политике и религии в свое время было выгодно нам это внушить. И плюс так безопасней, когда эта самка воспитывает детей твоих, и поэтому же ты берешь за них социальную и экономическую ответственность. Давайте уже первым в голову приходят панические атаки. Мне кажется, или увеличилось количество панических атак, тревожности? Разводов, свадеб. Ну, много всего, но давайте по порядку. Что по паническим атакам? Мне кажется, что как будто бы еще года 3-4 назад их было не так много. А сейчас как будто бы у каждого 2-го, 3-го... Кстати, напишите в комментариях, страдаете ли вы паническими атаками. Потому что мне, слава богу, пока что это непонятное ощущение, но у моих знакомых, с которыми я общаюсь, это что-то страшное, это что-то необъяснимое, и непонятно, как с этим нужно справляться. Вот соберем в такую единую песочницу всех твоих знакомых. Помимо панических атак, что у них общего? Успешные, чем... Как ты думаешь, какой страх они переживают? Потеря успеха, потеря денег. Паническая атака — это всегда про два фактора. Где-то больше, где-то меньше. Это страх потерять то, что у тебя есть, или страх получить то, чем тебе угрожает жизнь. И второе — это привлечение внимания. Это все подсознательные установки. То есть, понятное дело, что, чел, если мы не говорим про игру, а натуральную паническую атаку, в этот момент человек с другой стороны экрана, который сейчас нас смотрит, он скажет, алло, у меня паническая атака, когда я один сам собой. Да, но где-то вот внутри тебя, если я задам тебе вопрос, вот кому ты бы мог сейчас, вот кого бы ты мог сейчас позвать на помощь, и хотел бы, чтобы был рядом этот человек и тебя обнял душой. Всегда есть ответ. Это всегда демонстрация для кого-то, для мамы, для папы, для мужа. Посмотри, как мне плохо, пожалей меня, посочувствуй, разреши мне не делать то, что я делаю. Это все подсознательные установки. Спаси меня. Да, да, да. Или я таким образом как будто бы сама себе разрешаю, но мне же плохо, можно я не буду этого делать? И это, конечно же, очень сильный страх. То есть вообще про страх в основном в своем большинстве выражается страх за жизнь. Он в основном в своем большинстве выражается в бронхолегочных заболеваниях. То есть вот ковид, это же страх же за жизнь, поэтому он поражал бронхолегочную систему. Ковид не у всех заканчивался пневмонией, потому что многие относились к ковиду к интересному приключению в 2-3 недели, когда можно не ходить на работу. И те люди, которые панически боялись за свою жизнь, знаешь, мое интересное наблюдение, что все те, которые травили во время ковида, почему вы без маски, почему вы не вакцинированы? Они были в первых рядах в травле при войне. Они травят по языковому принципу, признаку, они травят за волонтеришь, не волонтеришь, выехал, остался, а как ты помогаешь в войне? Это личное наблюдение ваше? Да. Ну, это жертва спасатель-преследователь. То есть он таким вот образом, человек, когда боится, он в позиции жертвы. То есть это хейтер в реальной жизни даже, да? Да, конечно. Естественно, естественно. Потому что когда я преследую кого-то, я как бы успокаиваю себя, что со мной все хорошо, я лучше, чем вот этот человек. Интересно. Очень. Вот. И вот те, которые панически просто боялись за свою жизнь, которые были первые в рядах вакцинации, желательно три сразу получить прививки, с ними происходили страшные вещи. В лучшем случае они выжили. Потому что это страх за жизнь, это пневмония, это различные бронхолегочные заболевания. А то, что, например, если людям, которым нужно было вот прям срочно сделать вакцину, она им не могла помочь на психосоматическом даже уровне больше, чем на действительно физическом? Нет, потому что она не убирала причину. Ведь страх за свою жизнь, это не про ковид. Это про то, что у тебя нет внутренней опоры. У тебя нет внутреннего ощущения, что я справлюсь. Мне вообще кажется, что это то, чему нужно учить детей в школе. Я до войны пыталась эту программу протолкнуть на уровне Министерства образования, но там был бы очень долгий путь, а сейчас не на часе это. И я хотела, чтобы во всех школах в раннем подростковом возрасте преподавалось что-то типа психологии осознанности, уроков осознанности, эмоционального интеллекта для того, чтобы помочь детям справиться со стрессом, с болью, с негативом, с буллингом, с проблемами в семье. Потому что я уверена, что здоровое общество всегда вырастает из детей в прямом и в переносном смысле. И если мы вот в таком раннем возрасте научим ребенка справляться со собственными страхами, собственной агрессией, злобой, ненавистью, то мы уменьшим количество вот этих вот потом деструктивных взаимосвязей, конфликтов, проблем в социуме. Эти дети вырастут, и они сформируют здоровое политическое общество. Эти дети вырастут, и у них не будет потребности в войне. Потому что маленькая война внутри тебя провоцирует войну внутри семьи, провоцирует войну внутри партнерских отношений, социальных, дружеских и так далее. Ну и, конечно же, в более серьезном масштабном проявлении. Хочется подкрепить наш разговор какими-то кейсами, возможно, из вашего опыта про психосоматику. Расскажите, пожалуйста. Знаешь, как я пришла в психосоматику? Я когда-то вела терапевтический групп, который, к сожалению, сейчас и за тупо времени не веду, но это лучшее, наверное, чем я помогала своим клиентам. Сейчас еще очень крутое это курсы. Вот курсы, которые долго идут, они вот там неделя-две, там с глубинными проработками. Потому что у меня курсы не про там напиши на бумажке, пошли в космос, а проработки, техники, работы с подсозданием, там выработка новых привычек. И вот я вдруг заметила, что мои клиенты после терапевтических групп, они приходили со своими какими-то запросами. Там отношения, там реализация. Ой, мне скучно, я хочу посеять. Вот такие дамочки обычно больше всего ревели во всех этих группах. Они избавлялись от тяжелых заболеваний. Астма, псориаз, там многолетние аллергии. Кто-то терял огромное количество килограмм. Они не с этим запросом пришли. А чего они выздоровели? Потому что они стали здоровыми. Потому что... Шесть месяцев длилась моя терапевтическая группа. Шесть месяцев я проводила их через их внутренний ад выгревала вот эти вот авгиевы конюшни. И они доходили до понимания, как не нужно себя вести с самим собой. Что не нужно себя предавать. Знаешь, я всегда ехидничаю со сцены, когда выступаю на конференциях. Что я вам сейчас дам инструмент, за который вы на самом деле платите деньги, когда большие деньги, когда приходите ко мне на курсы или индивидуальное консультирование. Но если я вам его сразу дам, вы все равно ничего не сделаете. Это нравится, не нравится. И когда человек начинает жить по принципу нравится, не нравится, он выздоравливает от очень тяжелых заболеваний. Я играюсь, давай возьмем это слово в кавычках, с онкологией. У меня папа умер от онкологии. Я всегда беру онкологические кейсы из собственного интереса. Потому что у меня, знаешь, несмотря на то, что я вроде бы как приняла его уход, но у меня все время есть чувство какой-то такой, знаешь, незавершенности внутри. А может быть, если бы я пришла в психосоматику раньше, может быть, я бы его спасла. А вы спасали онкобольника? Я не спасала, потому что спасти можешь только сам себя. Но ко мне, у меня есть клиенты с онкологией. Чтобы сказать, что у меня получилось, у меня есть удачные кейсы. Нужно, чтобы прошел цикл 12 лет. У наркомании, кстати, к разговору о зависимости, только когда прошел 12 лет без зависимости, ты можешь сказать, что ты вылечился. 12 лет психика держит тебя в оковах той травмы, из-за которой ты пришел в то или иное заболевание. И вот, ты знаешь, у меня до сих пор нет ответа, что есть онкология и что есть причина онкологии. Потому что, когда я начинаю разбираться с этими причинами, а, ну вот оно, ёпта, ну понятно, почему ты болеешь. Но другие люди с этими же травмами в лучшем случае, там, с мигренями какими-нибудь, с аллергиями, в худшем, с какими-нибудь экземами или псориазами, или с каким-то серьезным заболеванием. Но не онкология. А эти страдают онкологией. Была ситуация, когда пришла девочка ко мне и говорит, что вот я пришла, чисто что пришла, подруга отправила, я не верю вообще в это. Но мне всё, кранты. У неё была серьёзная миома, операбельная, и есть все подозрения, на столе это выяснилось. Миома – это злокачественная опухоль. Вот. Есть подозрения, что они утверждают, что это доброкачественная опухоль, но если её не вырежут, то она будет злокачественной. Но есть вариант, что когда на гистологию отправят, то может быть, что покажут, что это злокачественная опухоль. И вот я иду на операцию через две недели. Давайте что-то с этим делать, потому что она говорит, я, в принципе, психологией увлекаюсь, я понимаю, что если не уберу причину, то мне её вырежут, так оно в другом месте вылезет. Давайте. И мы в результате работы приходим к страшному выводу, что ей нужно, условно говоря, перевернуть всю свою жизнь с ног на голову, прекратить общаться с мамой срочно, потому что это вопрос ургентный. Потом мы уже выстраивали её отношения с мамой, эти все границы, но в моменте надо срочно что-то сделать. И единственный для неё безопасный способ это абстрагироваться на 100%. Ну, то есть, условно говоря, сказать, мам, я уезжаю в Индию, там нет связи. Развестись с мужем, потому что у них очень тяжёлые абьюзивные отношения, взаимные совершенно. Взять няню младшему ребёнку, которой она прикрывается от мужем, не трогай меня, я не хочу тебя, потому что у меня маленький ребёнок, я не сплю ночами, и поэтому я не беру няню, потому что придётся спать, и придётся с тобой заниматься сексом. Там вот такой, знаешь, комок, комок, комок. Ну, потому что это женское заболевание, обычно это взаимоотношения с мужчиной. Но миома, заболевание груди, у неё не груди, у неё женская часть. Вся женская часть, это двойная, двоякая часть, это и отношения с мужчиной, и отношения с мамой, потому что все детородные органы, это же и твоя обратная связь с мамой, что ты произошла из мамы, и твои отношения с сексуального характера. Там было, короче, всё. И она большая молодец, я от неё этого не ожидала. Она сразу же выходит от меня, принимает радикальное решение, она звонит маме, говорит, мам, я тут поняла, что мне нужно время побыть самой, я ухожу, выезжаю в ретрит, я тебе позвоню где-то через месяц, через два. Я заблокирую тебя, не пытайся меня найти. Она сообщает мужу, что так, мы разъезжаемся, должна побыть одна, я тебе оставляю детей, вот тебе хорошая няня, я тут промониторила рынок. Она сама смогла это сделать. Она просто поняла, что она сдохнет. И она пришла ко мне с подарками, с цветами где-то через недели три. Я говорю, ой, вы там после операции, молодец, как все прошло. Она говорит, Лена, если бы это не происходило со мной, я бы сказала, что это фейк. Говорит, я прихожу в назначенное время, с вещами на выход, на операцию, и, конечно же, мне делают УЗИ, все обследования. Доктор смотрит на нее и говорит, если бы я лично не делала вам УЗИ, не присутствовал при УЗИ, он не УЗИст, то я бы сказал, что я имел просто... Ну, бывает же, когда мне те снимки попадают в руки. Говорит, я бы сказал, что у меня были в руках другие снимки, но я вижу, что это вы. У вас нет этой опухоли, нет миомы. Говорит, я вам больше скажу, у меня даже нет необходимости назначать вам гормональную терапию. То есть мы с вами будем, вы будете приходить ко мне, я буду смотреть вас, но не то, что операции, лечение даже вам никакое не назначу. Она сняла квартиру, и она там проходила эмоциональное восстановление после шока, что ей не надо оперировать. Просто жила сама без мамы, без семьи, без детей. Ну, вот какое-то время. Она потом вернулась. Она, кстати, вернулась потом в семью, в итоге она все равно развелась. Но с мамой она выстроила, она ходила ко мне, мы выстраивали отношения, сепарировались от мамы, но восстанавливали. Моя задача человека внутри себя примирить с родителями. То есть мне очень не нравится это в моих коллегах, когда они сразу настраивают против родителей. Мы все родом из детства, и понятное дело, что нас всех травмировали родители, кого-то в большей, кого-то в меньшей степени. Но наша эгоистичная задача вырастить внутри себя благодарность родителям за то, что они тебя родили, за то, что они дали тебе жизнь. Даже если эта жизнь была ужасная в детстве. Вернемся к разводам. И свадьбам на фоне войны. Сейчас даже браки, которые формировались 10 лет, разрушились, люди разводятся, расходятся. С чем это может быть связано? Есть две причины. Первая, опять-таки, повторяю все время, война просто подняла на поверхность проблемы, которые были задавлены. Раньше человеки жили вместе. Он ходил на работу, она воспитывала детей или тоже ходила на работу. Они не знали, как они поделят эту общую квартиру. С кем останутся дети? Он угрожал ей, что он не отпустит детей. Или не угрожал, но она боялась, что она материально с ними не справится. Или она не хотела просто вздаться тому факту, что вот у него кто-то есть, а она боялась остаться одна, потому что она уже не в том возрасте. Это очень смешно, потому что в любом... Мне 42, я вышла вот сейчас замуж, условно говоря. Породина заспалила была. Условно говоря, вот позавчера. И вот они находились вот в этой, знаешь, сцепке своих внутренних страхов и комплексов и мужчины, и женщины. И вот так вот тянули эту лямку жизни под названием семьи. Мало того, очень мало примеров счастливых семей. И когда ко мне приходят с запросом, я хочу семью, я хочу любви, я всегда спрашиваю, а как это вот выглядит? Вот вы когда-нибудь видели это? Нет. Ну, люди в семье этого не видели, у своих друзей, знакомых. То есть, условно говоря, принеси то не знаю что и туда не знаю куда. И ты начинаешь оглядываться по сторонам, и вот возникает дикое проклятие нашего социума. Все так живут. И ты думаешь, куда я рыпнусь? Все же так живут. Ну, чем я хуже? У меня, то есть, квартира, дети, там, определенное обеспечение, ипотека и так дальше. Никуда они не девались друг от друга. Кто-то изменял, а кто-то не изменял, но счастья там не было. То есть, по большому счету, рецепт развод или, как минимум, разобраться в себе, если там еще были хоть какие-то ошметки чувств, он был бы очень дотепным, дуречным на тот момент. Но они не обратились никому, ничего не делали, они пропустили момент, когда надо было пойти к психологу. Это были уже мертвые отношения. И вот эти люди в силу обстоятельств оказываются на разных территориях. И до нее доходит, что, оказывается, можно жить с двумя детьми на чужой территории. Можно их устроить самостоятельно в садик, в школу. Можно пойти на работу, потому что ты вынужден. И он уже не давит на тебя в вопросах воспитания, как было дома. Ты становишься свободной. А он там остался, и у него есть возможность, законное право быть с той, кого он любит. Или найти ту, которую он полюбит. Или даже остаться самому и, наконец-то, вздохнуть облегченно, что, фух, свободен, что хочу, то и делаю. И вот это, о, так я справлюсь без него, без нее, дало силы людям развестись. Но есть еще один второй момент, очень нехороший как раз-таки. Вот первое, это ситуация, когда, слава богу, что же война помогла развестись, и появился шанс обрести собственное счастье, реализоваться и так далее. Но есть второй нехороший очень момент, который я часто вижу. Абсолютно в любых отношениях есть этапы кризиса. Мы, люди, проходим кризис. Сначала с года до два, потом с трех до пяти, потом кризис похода в первый класс, кризис раннего подросткового возраста, среднего, позднего подросткового возраста, похода в институт, выход за... Мы просто, ну, зарыты в эти кризисы. У женщины самые сложные это кризис 30 лет, это национальный кризис, рубит страшно. У мужчин это 40 лет, потом кризис выпадания из гнезда детей, потом кризис разводов детей, потом кризис старости и так далее и тому подобное. С ними очень сложно справиться. А представь себе, что ещё на это всё накладывается кризис твоего супруга и кризисы брака. И вот если вот в этот кризис люди находятся на разной территории, у нас есть такой гормон, отвечающий за сопричастность, за взаимодействие, окситоцин. Он вырабатывается механически. То есть у мамы с ребёнком определённые алгоритмы его выработки в момент родов, кормления грудью. Но он вырабатывается у нас на партнёров и на друзей в результате механического соприкосновения. Вот ты видишь человека, с глаз долой и сердце вон, это про окситоцин. Ты видишь человека, ты обнимаешься, ты с ним спишь, ты занимаешься с ним сексом, ты с ним ругаешься, моешь посуду, готовишь, ходишь в кино к друзьям. Ты постоянно подкрепляешь вот этот внутренний выброс окситоцина. А ты разошёлся по разным странам. У тебя всё хорошо. Это твой муж, твоя жена, и ты даже не думал и не хотел. То есть первый пример – это не про них. У них всё хорошо. Или не очень всё хорошо, но не любили друг друга до вот этого. Они перестали заниматься сексом. Они стали реже созваниваться. У них у каждого появляется своя жизнь. И даже если они не в кризисе, им нужны титанические усилия для того, чтобы опять начать быть источником окситоцина друг для друга. И вот это, конечно, больно. Вот это грустно, насколько разбила война. Вот такие семьи. У этих семей были все шансы прожить долго и счастливо. Я хочу очень поднять важную тему. Друзья, извиняемся. Нам приходится вырезать момент, который мы говорим о соседней стране, потому что YouTube нам даёт за это жёлтую монетизацию. Дабы сохранить монетизацию, я оставляю ссылку внизу под этим роликом на мой телеграм-канал, и подобные моменты все будут там. Поэтому переходите, подписывайтесь и смотрите вырезанный момент. Линочка, очень важный вопрос, который, наверное, мучает миллионы людей в любом возрасте. Как найти себя? Как найти, через что себя реализовать? И потом не потерять. Это тоже, чтобы не потерять страсть к этому делу. Потому что, говорят, занимайся любым делом, ты не будешь чувствовать, что ты работаешь. Как найти это любимое дело? Я приведу свой пример, расскажу, как я поняла хотя бы источники того, чем я хочу заниматься. Я работала в бьюти-сфере 5 лет, и я поняла, что я начинаю ненавидеть свою работу. Опять же, она приносит живые деньги здесь, сейчас, вот в каждый день. То есть я не могла, ты замкнутый круг как бы уйти. Боишься, потому что тебе нужны деньги здесь, сейчас. А потом я думаю, хорошо, даже если я сейчас буду бросать это дело, чем я буду заниматься? Нужно идти заниматься любимым делом. А какое это любимое дело? И я вот в моменте, пока работала, углубилась в себя, прямо вот именно погрузилась и вспомнила, чем я на самом деле любила заниматься в детстве. И вспомнила, что я была везде всегда там ведущей мероприятий на каких-то школьных событиях. Я была там капитаном команды спортивной. И во всем этом я думаю, хорошо, что это всё объединяет. Это объединяет организационные способности какие-то и вот, наверное, роль ведущей. И поняла, что, наверное, в глубине души я себе просто не разрешала даже в это направление смотреть. Потом вспомнила, почему я в это не пошла. И поняла уже потом, что я на самом деле хочу заниматься этим. И сейчас, слава богу, я хотя бы понимаю, что я на самом деле хочу и в чём я хочу развиваться на протяжении жизни. Давайте поможем людям. Какие советы, чтобы найти им себя и то, чем заниматься по жизни. Как найти себя? Ты очень круто, инстинктивно нашла тот способ, который рекомендуют профессионалы, которые занимаются и профориентацией, и целеполаганием. Одна из рекомендаций. Да. Вспомни, что ты делал либо в маленьком возрасте, либо очень показательный возраст, 9-13 лет. Это максимальное проявление твоих талантов. Рисовал, пел под гитару, складывал пазлы, стравливал детей, был лидером в плохих хом или в хорошем плане. То есть вот все эти софт-скиллы, которые есть в ребёнке раннего подросткового возраста, 9-13 лет, если не задавлен он родителями, это и есть проявление твоей души. И если их правильно теперь облечь с помощью образования в правильную форму, то, да, тебя ждёт успех. Ребёнок, он чист. И он проявляет свою природу, свои таланты, свои склонности. И лучший способ найти, чем заниматься ребёнком, это не мешать, это поддерживать его самовыражение, не забивать его своими наблюдениями и мыслями, как лучше, как правильнее. Вот на этом не заработаешь денег, а на этом заработаешь. Ой, своими танцульками, песнями много денег не заработаешь. Да? Серьёзно? А по-моему, шоу-биз это один из самых дорогостоящих и прибыльных мероприятий в этом мире. Да, не все не реализовываются, но и не все талантливы. И самое главное правило, когда ты не знаешь, чем тебе заниматься, и ты боишься уйти из дела, которое нелюбимое, но оно тебя кормит, первое, успокоить свою психику и сказать, так, ноу-стресс, никто никуда не валит, я здесь, сейчас мы быстренько найдём, чем заниматься в удовольствии, и мы будем постепенно, плавно переходить в эту сферу. Одной ножкой стоим в той сфере, которая кормит, второй ножечкой пробуем аккуратненько, знаешь, как воду, в которую ты пойдёшь. Получится, не получится. Не получится. В свободное время, смотреть видео, записаться на какой-то курс. Да, 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 да. И твоя психика тогда тебе разрешит туда направлять свой интерес, а мы там, где наш интерес. И если тебе интересно закапываться в негативе, всё плохо, у меня ничего не получится, коллеги плохие, то это твой интерес, и тебя будет прямо, ты будешь погружаться всё больше и больше в это болото. Если мне интересно изучать что-то новое, пробовать зарабатывать деньги, находить новых людей, то тебя всё больше и больше будут накрывать деньгами, новыми людьми и новой информацией. Так устроен наш мозг. Та команда, которая у него от психики является руководящей, и это мы думаем, что мы ему командуем. Нет. Она и заставляет мозг выбирать в жизни обстоятельства через ретикулярный аппарат те, которые отвечают этой команде. То есть я бедный, несчастный, и все вокруг враги, тебя будут окружать враги, и ты будешь чувствовать себя бедным и несчастным. У меня всё получается, я красивая, я умная, у меня всё получится, и у тебя обстоятельства только чтобы подкрепить это утверждение. Бедность в голове, как и богатство. Бедность — это неразрешение себе иметь то, что разрешает себе иметь богатый. Многие женщины у нас просто не знают, чем они хотят заниматься, и не знают, куда себя примкнуть. Вот понятно, можно сейчас в детстве, вот я там пела, не знаю, и что вот ей делать? Вот как понять? Как минимум, брать уроки пения, как не смешно это звучит. Как хобби сделать. Да, потому что очень часто хобби потом становится твоей возможностью реализации. Здесь проблема, знаешь, какого характера? У нас есть определённая нетерпимость «хочу всё и сразу», которая очень сильно провоцируется Инстаграму. Вот она на Мальдивах, я тоже так хочу. Вот ей 22, а мне 18, почему у меня этого нет? И очень чёткое понимание, что если ты не обладаешь каким-то супер-пуприками, феноменальным навыком, ты не супер-криптовалютчик, у тебя нет миллиарда подписчиков, то единственный способ получить всё и сразу это выйти замуж за богатого. Всё, это ну как определённый такой домик, в который ты должна попасть. Устантовка какая-то. И, к сожалению, когда люди получают всё и сразу, это проблема мажорных детей и молодых девушек, которые выходят замуж за богатых мужчин. Проблема всё и сразу в том, что ты уже сразу же получаешь всё, и у тебя атрофируется хотелка. Всё, что ты хочешь, уже у тебя есть. Я хочу самореализоваться. Не вопрос. Но очень часто мужчина, который получает молодую девушку, если мы говорим не про их становление вместе, а когда он уже пришёл и купил её молодость вместе со свободой за свои деньги, он не хочет, чтобы она была реализована, потому что если она реализуется, если она начнёт зарабатывать деньги, то она сможет от него уйти, потому что конфликт возрастов никто не отменял. И это сейчас ему 40, а ей 20. А когда-то ей будет 40, и она будет в соку, а ему будет 60. И он очень остро будет чувствовать свою разницу в возрасте. А это на самом деле наступает ещё раньше. И все её попытки самореализоваться будут купироваться им на корню. А она тоже, вот эта потребность иметь всё и сразу, у неё всё будет анализироваться, пропускаться через призму. А даст ли мне вот это дело такой доход, как я имею от своего мужчины, от своего мужа? Нет, не даст, конечно. А вот эта способность дождаться, способность поэтапно пройти вызревания своего дела, когда оно наконец станет приносить деньги. Потому что все те виды деятельности, которые приносят хайп-эффект, они практически никогда не приносят его в долгосрочной перспективе. То есть ты можешь заработать в моменте, но в долгосрочной это хайпово, не зря называются деятельности. И поэтому для меня очень сложная категория клиенток, у меня есть они, иногда они ко мне заплывают, которые жёны, богатых мужей, девушки, парней, у которых полностью ограничена их свобода. Они с одной стороны имеют всё, а с другой стороны они не имеют ничего. То есть им разрешено играться, но хочешь, я тебе открою какой-то салон, женский, там будут женские клиенты. Ну хочешь, я тебе косметологический какой-то кабинет открою. То есть с чётким пониманием, что там не будет мужчин. И с ограничением по тому доходу, тем деньгам, которые она будет иметь, и с контролем по её передвижению. То есть особого роста и развития, типа поехать на курсы повышения квалификации, поучиться на каких-то серьёзных заведениях, там не будет. Не всегда, но в основном. И здесь есть своя особенность. По поводу, как найти себя. Первое, мы уже с тобой озвучили, чем занимался в детстве. Не все чем-то занимались интересным в детстве. То есть если это будет профессионал, который поможет тебе копаться, он найдёт 100% в те навыки, которые у тебя есть. Я бы рекомендовала обратить внимание на то, за какими советами к тебе обращаются твои друзья. Слушай, посоветуй. Я вот тут читаю, я вот тут наткнулась, что ты думаешь по этому поводу. Вот угруппировать вот это вот, за какими вопросами, за контактами, как ты готовишь, как воспитываешь, лечишь детей, куда поехать путешествовать. Потому что тебе в моменте, поскольку это твоё, может казаться, что, ой, ну это чушь, как на этом можно заработать. Да, типа все это знают. Нет, ну готовят не все, иди в... Ты уже можешь завести кулинарный блок, или ты можешь подумать в сторону открытия маленькой кофеночки, или готовить на заказ, и открыть свой маленький цех, а потом большой цех, или кондитерскую. Люди очень часто думают, да, ну у меня не получится. Тоже вот это, возвращаясь к моменту, всё и сразу. Человек мыслит категориями известных ресторанов в его городе. И он не понимает, что они все начинали с какого-нибудь официанта, администратора, подпольной кухни и так далее. Они все начинали откуда-то. Почитайте, кстати, путь всех тех людей, на которых вы ориентируетесь. Ещё очень такой важный момент, это то, что у человека в основном в своём большинстве занижена самооценка. То есть бедные, ущербные, больные, нереализованные в личной жизни отличаются от богатых счастливых, любимых только одним фактором. Эти разрешают себе это иметь. Я просто знаю со старта, что я красивая, сексуальная, интересная женщина. И она идёт и берёт любого мужчину. И с любым у неё получится. И вот приходит к тебе женщина, и ты смотришь, ну, блин, богиня. Красивая, ухоженная, зарабатывающая, с красивым, подвешенным языком, интеллигентная. Мне нет счастья в личной жизни. И когда ты задаёшь её вопрос, а вот представьте себе, что вот я — это вот тот мужчина, которого вы ждёте. Я пришёл к тебе и говорю, Таня, Маша, Галя, я пришёл, чтобы украсть тебя от жизни. Я тебя ждал всю жизнь. Я так тебя хочу любить вместе с твоими детьми, с твоими собаками, мамами. Я очень тебя ждал. И я всё сделаю для твоего счастья. Хочешь — будешь работать, не хочешь — не будешь. У меня всё есть, только, пожалуйста, приди в мою жизнь. Человек делает интенсивно шаг назад. Я говорю, что? Говорит, а я ему не верю. Говорю, почему? Ну, как меня можно полюбить? И вылазит страх из детства. И вылазит какой-то комплекс неполноценностей, полученный от какого-то там парня в подростковом возрасте, из-за которого она и стала такой успешной, потому что она всё время, всю жизнь хочет ему доказать. В моей жизни тоже была личная травма, благодаря которой, я сейчас ему очень благодарна, он говорит, ты сдохнешь. Ты никому не будешь нужна, кроме меня. И я так отчаянно пыталась ему доказать, что у меня всё получится, что вот это внутреннее сопротивление, оно дало мне мощный энергетический толчок для оттолкнуться от дна и выплыть, и вот удачно очень выплыть. То есть потом уже это было не важно, мне настолько нравилось то, чем я занимаюсь, настолько было интересно, но изначально именно вот эта вот обида и потребность доказать, я справлюсь. И я проработала это. Поэтому я вот могу сказать, что удачно замужем. Удачно замужем – это не про деньги. Удачно замужем – это когда ты хочешь его ночью нюхать и обнимать. Это когда вот у моего мужа трое детей, и я люблю этих детей, потому что это мои дети, там нет мамы, к сожалению. Вот это удачно, а не про у моего мужа там Porsche, Mercedes или BMW. А можно вот к вашей личной жизни, если это достаточно корректно будет, вы мне говорили до того, что вы познакомились с моим мужем в Тиндере. Это правда? Конечно. Получается, из твоего кейса можно встретить успешного, осознанного, адекватного мужчину в Тиндере. Да. Прикинь. В Тиндере в равной степени можно встретить случайную связь на одну ночь. Абьюзера, человека, который разведет тебя на деньги, людей, которые сидят не под своими фотографиями, не под своими историями. В Тиндере есть все, но что есть ты, что ты предлагаешь другим в обычной жизни, я не представляю, как бы я могла его встретить. То есть Тиндер — это ключ. И таких мужчин не встретишь в обычной жизни, в магазине, в ресторане. Они есть, но они к тебе никогда не подойдут. То есть это мужчины другого типа, чем те, которые знакомятся на улицах. Эти люди живут в машине, в доме и на работе. Конечно, все мои девочки. Ну, Сережа, ну, Сережа, ну вот как? Ну что ты делал в Тиндере? Он говорит, я не понял. А где мне искать жену? Он говорит, в офисе у себя среди подчиненных. Глупо. В ресторане, чтобы подходить к теткам, вы замужем, у вас все нормально. Как вы там, нормально? А в меня он говорит, надо идти искать туда, где люди ищут то же, что и ты. Потенциально ищут. Да, и вот в Тиндере, то, что ты хочешь, то это и найдешь, подсознательно или сознательно. Если ты выставляешь себя в купальниках, там, в откровенных позах, если о тебе ноль информации, то, конечно же, ты найдешь того, кто и ищет тело. Ну, это классно, что есть и люди, которые ищут это, найти там. Здесь главное мэтч. Главное, чтобы то, что ты даешь, совпало с тем, что ищут. А обидно, когда люди думают, что они ищут одно, а получается совершенно другое. А вы пришли искать отношения? Да, конечно. Я об этом заявила, что я социально и материально реализована. Я не ищу спонсора, я не ищу любовника. Я могу это найти и в обычной жизни. Я ищу партнерство. Я ищу зрелые отношения, и мне есть, что дать в ответ, но я очень требовательна. Тебе и к другим. Сколько вопросов на свидание? Мы познакомились, мы поженились в день нашей годовщины знакомства. Мы познакомились с воскресенья на понедельник. Ну, просто попереписывались. В понедельник мы бурно, активно переписывались, созванивались по видео. Во вторник он уже прилетел ко мне, потому что он был в другой стране, знакомиться. В Кишинев. В Кишинев, потому что он сам с Молдовы, так я оказалась в Молдове. И уже через 20 дней, когда он вернулся с отпуска с детьми в Кишинев, мы были с Евочкой на отдыхе в Италии. Он прилетел туда знакомиться с Евочкой. Там еще через 20 дней мы познакомились со всеми детьми, поехали в машины, в путешествие, чтобы их всех перезнакомить, посмотреть, как они будут коммуницировать. Сережа хотел посмотреть, как я буду реагировать на детей в такой сложном, что на машине сложно путешествовать. Для меня это всегда испытание. И уже в конце октября мы съехались. И все, все, мы уже с ними. А когда меня спрашивают, как изменилась твоя жизнь после замужества? Да никак, просто кольцо появилось на пальце, все, больше ничего. Потому что я как была мамой этой кучи детей, так у меня эта куча детей есть. У мужа фотография в Тиндере была его. Очень важный вопрос, который на самом деле очень сильно ведет заблуждение. Я не думаю, я просто... Кстати, это микрофон. Нет, все правильно. Знаешь, еще про Тиндер очень важный момент. Вы должны четко заявить о себе миру плюс-минус исчерпывающую информацию, потому что заговорите вы или нет с тем человеком, это же, знаешь, как первые пару секунд, когда человек посмотрел твою фотографию, посмотрел твое био. Это в секунду принимается решение. Интуиция работает 2-7 секунд. Очень важно ее чувствовать. Если ты ее профукал, то тогда очень сложно. Тогда уже другие механизмы адаптации и сверхи вступают. И ты должен точно так же реагировать на человека. То есть человек должен быть со своей фотографией. Мой муж был не со своей фотографией, потому что у него менеджеры из его компании. Я зарегистрировалась и увидела, что там менеджеры. Он говорит, я срочно... А как у вас совпало тогда? Вот. Еще раз тебе говорю. Моя встреча с моим мужем была подготовлена мной годами. Я настолько выдрессировала свою женскую часть и свою интуицию и свою осознанность, что у меня просто не было уже шансов его не распознать. То есть это была не его фотография, но то, что он написал о себе. И мое интуитивное... Кстати, на курсе психосоматика учу, как эту интуицию... Как интуицию научить слушать. И я вот распознала, что это именно тот человек, которому надо дать шанс. Я ему так и написала. Я чувствую, что фотография не ваша. Потому что то, что вы написали о себе, не соответствует физиогномически тому, что я вижу. Нормальный мужчина бы сказал, да, пошла она в баню. Да, она больная на голову. А он говорит, а я понял, что если человек решается такое написать, значит, он знает себе цену. Значит, я уже хочу с ней общаться. У меня нет места детским девичьим иллюзиям. Стерпится, слюбится, а зато он богатый. Нет. Я четко понимала, что я есть такое. И что я хочу, что я заслужу. Я проработала свою самооценку. И главное, я повысила самоценность. Девочки, которые хотят замуж за богатого, должны очень четко понимать, что либо они становятся просто красивой, дорогой вещью в руках. Вот моя машина, вот мои часы, вот моя женщина. И их будут менять или не уважать, или совмещать с другими. Потому что ты вещи, к тебе отношения как вещи. Или ты имеешь право быть партнёром. Тогда это вопрос очень высокой ценности. Это поднятие своего уровня. Когда ты повышаешь свой уровень интеллекта, образованности, этикета и, конечно же, реализованности, мужчине не нужно, чтобы ты зарабатывала. Но когда ты зарабатываешь, то у тебя вот эта планка уважения к себе, конечно же, повышается. И ты уже не будешь терпеть то, что ты терпишь без денег. Моя мама когда-то сказала, что самая крепкая основа брака, счастливая или нет, это вопрос. Но это зависимость материальной жены. Это правда. И вот именно моего мужа очень сильно зацепил вопрос. Мы переписывались. И я спросила, я тебе сейчас должна задать вопрос, который для меня очень важен. Я зарабатываю вот такую-то сумму в месяц. Немаленькую. Сейчас намного больше. Но на тот момент уже немаленькую. А вы можете рассказать, сколько зарабатывать? Да. Говорю, если ты зарабатываешь либо столько же, либо меньше, ты мне неинтересен. Не потому, что я меркантильная. Я сама себя могу. Все женщины меркантильные, по животному признаку. Потому что мы должны подстраховать свое потомство на период беременности. Да, это логично, что вам неинтересно меньше. Это не всем логично. Знаешь, сколько женщин, которые соглашаются на отношения с мужчинами, которые намного меньше зарабатывают, потому что разочаровываются в своей способности быть равными? Очень много. Которые идут за сексом, которые идут за страхом одиночества. И я ему сразу сказала, вот я зарабатываю столько. Поэтому если ты зарабатываешь меньше или столько же, мне неинтересно, потому что я тебя просто перестану уважать в моменте. Он сказал, крутяк. Он говорит, ты была первая из огромного количества женщин, которому я выслал ссылку, что я собственник компании. Он говорит, всем остальным. Он говорит, я просто понимал, что если я покажу свой доход, то женщина скажет, о, отлично вообще, вышка. Он говорит, а я не очень разбираюсь в женщинах, потому что у него всю жизнь была одна женщина, с 17 лет его жена, прекраснейшая просто женщина, которая, к сожалению, у Миларла. И он говорит, я не умею ходить на свидания, я не умею разбираться в женщинах. И я понимал, что если женщина узнает, сколько я стою, она будет мной крутить. Говорит, а тебе я сразу отдал, потому что я увидел, что ты знаешь себе цену, и ты не продашься за деньги. Вот это, наверное, то, что я проработала на очень таком серьезном глубинном уровне. Кто я? И за что я готова продаться? Я готова продаться только за любовь. И вот. Еще момент, вы сказали, что у вашего мужа трое детей. Как вы приняли чужих детей? Мое сердце настолько расширилось, что когда он пришел со своими детьми, а женщине гораздо сложнее принять чужих детей, чем мужчине. Я этих детей моментально всосала в сердце, как своего ребенка, как свою Евочку. И моя Евочка, которая очень сильно ревнует и к нему, и к ним, она всегда говорит, ну я же не виновата, что у них нет мамы. Почему ты их любишь, как меня? Я говорю, я, во-первых, никогда не смогу никого любить, как все мы, по-животному, как тебя. Но я естественно их люблю как продолжение моего любимого человека. А если женщина принимает мужчину, у которого есть ребенок, ну и есть мама, естественно, то она вступает, к сожалению, с ней в конкуренцию жесткую. Волей или неволей? Да, это подсознательная борьба с другой самкой. То есть по факту на самом деле... Даже если там уже как бы они живут двумя отдельными жизнями, но она конкурирует с той самкой в своей голове, которая когда-то была любимой женщиной ее мужа. И она с ней, борясь с этим ребенком, даже не состыковываясь с этой самкой, подсознательно доказывает все время свою сферу влияния через этого ребенка на этого мужчину. А на самом деле, конечно, это в корне неверная стратегия. Точно так же, как женщина борется с мамой мужчины, тоже это две самки, которые борются за одного мужчину. Как правильно выстраивать тогда отношения в таких случаях? С собой. Через выращивание своей зрелой самооценки. Когда ты четко понимаешь, что происходит, почему ты находишься в этой ситуации, за что ты борешься, что ты пытаешься кому-то доказать. Вот зачем ты агрессируешь на этого ребенка или на эту свекровь? Ребенок не виноват. Это вопрос твоей борьбы за его внимание. Тебе не хватает внимания? Тогда это вопрос налаживания коммуникации со своим мужчиной. А ты разрушаешь по факту невинного ребенка. Пусть даже этот ребенок находится в подростковом возрасте, и он сопротивляется тебе. Пусть его настраивает его мама против тебя. Но твоя задача в нем, в ней, видеть своего любимого мужчину. У меня иногда такое ощущение, что Бог мне послал моего мужа. Я уже даже смирилась, что у меня не будет пары, мужчины, потому что, во-первых, мне, с одной стороны, было настолько интересно то, чем я занимаюсь. И оно занимало столько времени, что... Ну, куда сюда еще мужа впихнуть? С тремя детьми. Ну, точно, что я не знала, что он будет с тремя детьми. И когда пришла война, то я настолько задолбалась вот от этой мысли ехать-остаться, ехать-остаться. Если ехать, то куда? Да, то я попросила папу своего. Говорю, папа, пожалуйста, я больше не могу одна. Пошли мне самого лучшего мужчину. Папа уже нет в живых. Да, 4 года уже. Потому что сейчас люди не поймут, почему... Да, папа мой ангел. И как раз это совпало вот с приходом вот этого пацана в мою жизнь. Например, взяла себе приемного сына из Мариуполя, и я его полностью содержу по всем абсолютно аспектам. То есть это, ну, фактически... Серьезно? Да. У него есть бабушка, он сирота, он без папы, мамы, но у него есть бабушка. Они выжили в Мариуполе, и когда он пропал, я пообещала Богу, что если он выживет, я его усыновлю. Но он выжил с бабушкой, слава Богу. И где он сейчас? И они сейчас с родственниками Западной Украины. Это там бабушкины родственники. Я полностью абсолютно содержу этого мальчишку. То есть это одежда, это образование. Он сейчас вместе с моей Евочкой на IT-курсах онлайн учится. Это все. Это компьютер, лаптоп, айпад, телефон, который у него вечно вибьется. Наушники одни, нет, наушники другие. Теперь мне нужны лампы, а тебе мне нужны кроссовки. А кроссовки не такие, а такие. А вот сказали, что я не модный, да, давай пошли купим. А вы с ним общаетесь? Естественно. С утра до ночи, да. Как с кем? Это, знаешь, такая очень странная история. Ну, изначально просто мальчишка пришел ко мне, потому что он там где-то посмотрел онлайн какой-то урок для школы. Потом он мне написал, что его... Вам его Бог послал? Да. Меня ему скорее, потому что для меня это, ну, сложность, а для него это помощь. И я с ним общаюсь именно как с сыном. Все вот эти вот личные проблемы, девочки, буллинг в школе очень тяжелый у него. Сколько он лет, да? Нет, ему 15 лет, сейчас будет 16 лет. Он по факту, как мой сын, сын моего мужа по возрасту, и мне близки все эти проблемы, которые он переживает. И дочка его сколько? Евке будет 13 сейчас. То есть они уже... Да, и вот я с ними советуюсь, как мне быть с ним, когда у него какие-то вопросы, проблемы, они все в курсе его. А вы везетесь с ним? Нет, потому что его бабушка против, конечно же, она боится, что она его потеряет. Да, и мы общаемся, ну, мы все время, мы на связи, вот доброе утро, спокойной ночи, всегда. Лена, это очень важные мысли. Я надеюсь, что многие женщины сделают для себя определенные выводы, и если эта передача, передача, если этот выпуск изменит... Поможет стать счастливыми. Поможет, или изменит мышление хотя бы нескольких, то мы уже с вами на правильном пути делаем правильное дело. Многие гости любят что-то дарить в подарок нашим зрителям за комментарий определенный. Может быть, что-то вы можете им предложить? Вот сейчас стартует новый курс психосоматика. Это максимально ценностное, глубинное, болезненное, потому что через боль мы растем, проработка всех травм, установок, убеждений, страхов, которые мешают вам быть здоровым, счастливым, успешным, красивым, стройным, и, конечно же, реализованным в любви. Это, конечно, дорогой курс. И вот давай подарим место на курсе. У некоторых людей уже к слову курс еще психологически могут быть скриптизм. Естественно. Как это выглядит? Как это упаковано? Это два месяца. Два месяца. Два месяца. Я этот курс создала как раз во время войны, он был месяц. И при всех восторженных откликах, насколько сильно меняется у людей жизнь, они всегда жаловались на то, что мало времени. И я поняла, что надо его растянуть на два месяца, плюс я добавила туда две темы, и уроки, если первые разы у меня были час-полтора, это сложно выдержать. Человеку дает молоту. За каждый урок я даю такое количество техник, которые глубинно прорабатывают, что у человека эта работа, эта час-полтора растягивалась на несколько дней. Отреветься, прописать, продумать. Ну, это сложная, глубинная работа. То есть он называется «Курс», но на самом деле этот курс, в который я впихнула все те знания, всю ту работу, которую я, например, в терапевтической группе проживала с моими клиентами раз в неделю целые шесть месяцев. Можно зайти ко мне в шапку профиля, вернее, в шапку в Инстаграме и посмотреть в закрепах отзывы. Это отзывы живых людей. Когда говорят, вот это вы сами пишете, пардон, такое я не придумаю. Что круче, чем жизнь, срежиссируют? Я не придумаю ни с какими маркетологами. И напишите, почему именно вам нужно сюда попасть. И обязательно не забывайте писать ник в Инстаграм, потому что бывает трудно найти человека по YouTube-нику. Спасибо тебе большое, потому что на самом деле ты жизнетворна очень сильно. И ты даёшь людям возможность послушать, получить от таких людей шанс вырасти, шанс... А-а-а... А-а-а... А-а-а! А-а-а... Продолжение следует...